Новогодние советы декораторов. Дело в том, что рождественские и новогодние праздники – это время использовать традиционные предметы, совсем не традиционно. Ну, например, в качестве скатерти использовать плед. Как правило, плед выглядит всегда очень уютно, у них домотканная цекстура, приглушенная цветовая гамма, а значит, уюту точно быть. В центр стола помещаем лампы, светильники, свечи. В компанию к ним елочные шары с перьями и шерстяным декором. Дерево, стекло и рогожка крепко дружат, а еще это визуальная цитата про отдых на даче зимой. А вот и первые гости – птица и еж в стиле книжных иллюстраций. В коллекции тарелки разных диаметров, глубокие пиалы и чашки с белками и шишками. Новая коллекция – новое настроение. Коралловый плед, он же скатерть, мятные светильники с перфорацией и звезд. В центре – символ наступающего года. Подставки под горячее в теплом золотом цвете, к ним в пару тарелки цвета полыни с объемными снежинками и елками. В этой коллекции также есть пиалы и чашки. Декор в виде снежинки еле решен в бронзе. Поддерживаем зимнее настроение текстурой меха и серебряное листво чуть стронутой ине. Тарелки с ягодами и листьями. Астролисты рябина на белом снежном фоне. Глубокие тарелки с таким же рисунком. В коллекции есть и чашки. Поддерживаем ягоды подсвечниками из красного стекла. Елочные шары с пайетками тоже из группы поддержки ягодного настроения. Добавляем заснеженную ель и деревянного коня. В этой коллекции посуды на фоне цвета капучино устроился олень, а в его рогах уютно разместилась стая птиц. Кстати, синицы, судя по всему, выигрывают. Скандинавский плед в цветах Северного моря и заснеженных горных вершин. Тарелки с карамельными оленями, к ним же глянцевые подсвечники, серые свечи в серебре, деревянные сани и олень-гирлянда. Все готово к приходу гостей. Субтитры создавал DimaTorzok